Белоцерковская добровольческая армия, да еще и против фашизма. А как Вас зовут? Меня? Я Владимир. Владимир. А Вы откуда родом? Киевская область, город Борисполь. Борисполь. А Вас? Руслан. Руслан. Это видно откуда-то. Киевская область. Ракитная. Ракитная. А Вы? Тоже Руслан. Тоже Руслан. Я из Термопольской области. А Вы? Киевская область. Накара. А зовут как? Олег. Олег. А Вас? Александр. Киевская область. Тоже Киевская область. А вот скажите, Вы по идейным убеждениям? Вы из Нацгвардии или просто военные? Мы были призваны повесткой, но и мобилизированы. Так называемую частичную мобилизацию. Ага. То есть можно сказать не добровольно, а под давлением государственного аппарата. Правильно? Ну да, получается так. И обманом. И обманом, да? Да. Нам сказали учение 10 суток. Потом в счастье сказали 45 суток учений. Усиление границы. Возили по полям, по полям. В итоге получилась такая ситуация. Угу. А вот когда Вы поняли, что обман, Вы захотели сдаться в плен, да? Да. Или так просто получилось? Мы в отпуск. Мы ехали домой в отпуск. Мы запустили на 6 суток и вот. Ага. Так попали. Навигатор. Навигатор. Ага. Понятно. Ну, раз такая ситуация, то Вы знаете, ребятки, честно Вам скажу, я очень рада, что Вы остались живы и что Вас эта мясорубка не перемолвала. Потому что вот так вот простые парни попадают в какую ваще. А как Вы думаете, на чьей стороне правда вот сейчас? Кто-то хочет ответить? Нет. Потому что всю правду мы не знаем и никогда не узнаем. Во всей этой войне, как с одной или другой стороны, могут быть интересы политические. Ну, то есть с нашей стороны, с Украины так называемые, это как правило, политические, финансовые какие-то интересы. Мы уже на сегодняшний день узнали, что есть куча батальонов, которые финансируют непонятные люди, так называемые олигархи наши. То есть во всем этом есть какой-то определенный интерес. А мы любили всего лишь, как сказать, мясо или оружие в руках этих олигархов. Но ведь человеку, который обладает волей и сознанием, не хочется быть оружием каких-то. Не хочется, но Вы же знаете, в какой мы с вами живем. Вы знаете, как действовать с людьми, которые не угодны или не подчиняются аппарату? Знаете? Да, знаю. Ну, в принципе, какая разница, где убьют, на войне или в том же своем городе? Ну, я для себя вот в этом... Такая же проблема для многих сторон. Но я для себя сделала другой выбор. Меня могли убить там. Я могла бы сидеть и ждать, пока придут. Ну, не сидели, не ждали. Ну, я делал то, что, когда нас призываю, было тогда вообще жилок. А мы это рассказывали. Это с марта месяца, когда еще не было ни военных действий, ничего не было. Это было всего лишь навсего. Переподготовка. Все. С 10 марта... Никто не шел воевать из нас, любой. У всех есть семьи, у всех была работа. Никому это... У всех дети. Война, как такое понятие, на то время даже не существовала. Угу. Ну, а я вот приехала добровольно на войну. Взяла оружие в руке против неправедной власти. Я ее считаю неправедной. Потому что, знаете, вот был такой известный философ во времена фашистской Германии. Испанский. Там когда генерал Франко, тоже фашист был в Испании. Его зовут Артегой Гасси. Он написал великолепную книгу «Восстание массы». И фашизм он знал вот так вот, как я вас вижу. Так вот он писал в своей книге, что фашизм приходит к власти через насилие. И таки насилие началось на Майдане, когда своих-своих стали со спины стрелять для того, чтобы взбодоражить людей. И править через насилие. И я вот сейчас вижу вот это насилие, как он правит через насилие. Вот даже на вашем примере. Это же насилие над простыми людьми. Это просто заставили через силу государственного аппарата. Я права? Конечно. Ну а раз это фашизм, то я не хочу жить в фашистской земле. А кто-нибудь из вас хотел бы просто жить тихо, мирно, чтобы его не трогали при вот этой власти? Кто-то смог бы, а? Конечно. Как, ну, сложно, можно, ну, смогли бы мы жить, если уже трогать начать? Как это может быть, если они просто нами упользуются? Это уже никак не может быть. Никак невозможно. Ну да. А вы? А что же я сам? Не, вы знаете, больше всего жалко деток. Да. Хорошо. Вот я была в Луганске, и там через батюшку православной церкви мне сделали запись детских голосов луганских детей. разного возраста детки просят, дяденька, не убивай меня, дяденька, не стреляй в меня. Это обращение было предназначено для вот таких, как вы. И я думала передавать его на тех частотах, на которых разговаривают украинские военнослужащие, ну, как говорится, эти фильмы, и через громкоговорители автомобилей. Мочу, чтобы до конца дней помнили, куда они пришли и что они делают. Ну, собственно, не для таких, как вы, а скорее больше для тех, кто добровольно ступил у нас в гвардии, и те, кто является убежденным нацистом и членом всяких организаций правого сектора. Ну, а вы, что касается ваших обстоятельств, то у меня появилось желание просто помочь сочувствия людям, которые оказались в такой ситуации. Да, Игорь Николаевич очень прекрасно относится, особенно к бойцам украинским. Особенно, как мы, или срочником, или признанным запасом. Только я сам понимаю, он офицер, самый настоящий офицер, человек, слово. Он всю жизнь воюет, и он, видимо, ценит бойцов. Ну, что, ну, как правило, знаете, изначально даже, когда, я считаю, даже, когда государство какое-то, мы же не знали, какое это государство, когда оно призывает куда-то, ну, что-то, мобилизует мужчин. То есть люди пошли. Ну, чувство долга. Чувство долга. Ну, опять же, угрозы, то, что посадят за расчет, если откажут. Ну, угрозы, я так понимаю, это уже, когда человек начинает понимать, что государство что-то не то делает. Ну, да, тогда уже по мере службы нашей, когда это все уже начало подходить к вот этому этапу, начали задавать вопросы, нам начали говорить, что, если не хотите, вот, бросайте оружие, вами будет заниматься прокурором. Ты нам же же прокурором приезжал, ну, пожалуйста. Ну, да, в СП приезжали, все, ну, то есть... Ну, слава Богу, нам не пришлось ни людей убивать, ни чем. Наша обязана долг укреплять границы. Мы находились на границах, ну, помогали пограничникам. Ну, это вам где-то даже очень крупно повезло. Потому что, когда я была в Луганске, там бойцы рассказывали, что около города Солнцево нашли, не знаю сколько, но очень много трупов молодых мужчин, раздетых, то есть были убиты в бою, а с них сняли военную форму, для того, чтобы не было видно, что это военнослужащие украинские. И родственникам являлись, дезертировали. А люди, честно, погибли в бою для того, чтобы ничего не платить людям. Вот такое вот безобразие творится. Ну, а кормят нормально? Да, хорошо нормально. И в столовой, да. И есть возможность помыться? Да. А может быть, есть какие-то пожелания, там, книжку дать почитать? Есть книги, телевизор. Телевизор нам дали, да. Все для этого нормально. То есть все хорошо. Да. А вот вы возьмете еще раз руки оружия? Нет. Не на чьей стороне? Нет. Понятно. Большое вам спасибо. Мы не хотим воевать. Вообще не хотим. Вообще не хотите. Ну, а какие-то планы на будущее? Какие планы на будущее? Если тут неизвестные, а будем ли пруживаться? Не, ну вот я так понимаю, что пока здесь сила есть, то вы как бы под защитой. То есть вас не расстреляют, не убьют, не отдадут врагам. Все такое. Ну, а как-то дальше жить все равно придется. Ну, скажем, два варианта есть. Победа и поражение. Я имею в виду того народа, который стал против неправедного государства украинского. В случае победы, например. Как думаете, вот какие-то жизненные планы есть? Ну, поражение, понятно. Там будет плохо. А если победят? Может быть тут остаться или все-таки домой будете? Да, можно. Да, можно. Однозначно. Только и негде там. Ну, и этих людей. Может быть поменяют. А помочь этим людям установить нормальные власти? Есть. Есть. А, есть, конечно. Где она нормальная власть? Такое ощущение, что сейчас уже нормальных людей не осталось. Все люди, которые у власти все, так или иначе приходят к тому. Ну, власть она возвращает. Вот я почему говорю. Что? Мне кажется, что уже просто не будет. Какая разница, кто происходит с этой стороны, с той стороны. Все равно рано или поздно оно вернется на круги свои. Будет то же самое. Угнетение рабочего народа. Работяга. Ну, а вот начались некоторые телодвижения по поводу там национализации достояния Ахметова, Приватбанка Коломойского. Ну, это сейчас национализируется, потом денационализируется опять будут определенные. Ага. Вот у вас такое мнение, а? Я просто власть, она уже не может сама по себе быть честной. Ну, судя по тому, что вроде должна была быть честной власть в последние годы Советского Союза и предала, то... Она всю жизнь, она за все правительство Советского Союза потеряла сейчас. У них были тоже подпольные супермаркеты, когда они трескали в трехаре. А быдло такое, как мы просто всю жизнь работали. Просто это все было не афишировано. А сейчас это все плюс ко всему еще и афишируется. Ну, а вот если посмотреть на Китай, например, у них в Конституции записана основная цель существования государства – построение коммунизма. А вы не равняйте Китай и нас. В Китае, извините меня, когда правительство не выполнено, свои обязательства их к стенке поставят. О! Так может и нам взять это в качестве образца? Мы не сможем так, потому что у нас ту же смертную казнь, вы введите, они будут уничтожать с помощью смертной казни тех невыгодных себе людей, и все. У нас менталитет народа такой. Я думаю, что если народ будет мыслить приблизительно так, как вы, то он сможет проконтролировать власть. Просто надо народу это… не то чтобы разрешить, а народ просто должен взять себе такое право, контролировать. Да, то есть 100% контрольная власть должна быть со стороны народа, бедного народа. Ни в коем случае не богат. Совершенно верно. А почему бы вам эти милиции в будущем? Мне? Да. Именно вам, как простому человеку, как порядочному человеку. Потому что я вот из разговора с вами… На втором шаге к такому правлению или к управлению, мое место будет, знаете, на кладбище. У меня есть автомат, я буду вас охранять. И думаю, еще найдутся. Я очень сомневаюсь. Вы, 10 человек, станет за, а 100 человек подкупят. И они и вас, и меня положат. Ух, какой пессимирный. Просто, какой бар. Просто я уже насмотрелся за всю свою жизнь. В своей жизни только надеяться надо на свои силы. И то не всегда, потому что тебя в затылок еще могут ударить. Это правда. Есть такое дело. Мы, как волки, живем. С волками или жить, помолча быть. Так мы и живем. Мы вырезаем себе все, что можем. Пусочек вот этого, какого-то счастья, этой семьи, которую мы создали дома. У этих олегах. Вот я думаю, именно они и достойны того, чтобы поставить к стенке. Ну вот я о чем говорю, да. Они не выполнили свои задачи. Сразу же, без разговора. Всех, да. Ну а для этого нужно просто всем организоваться. Кстати, не каждый по отдельности сам за себя борется. А все уже вместе. Да. Надо. И я думаю, пока у вас есть время, вот вы сейчас все вместе тут имеете свободное время, ну, на такой-то период. Почему бы не подружиться, а почему бы не создать команду, которая в будущем займется вот таким вот контролем и будет расчищать вот эти вот Афгеевы конюшни. Ну, надо, чтобы это все... Как это все увидели, вот мы увидели это все. Вот сколько у нас здесь, шесть человек. А пойдите пока, объясните. Сейчас я пойду объясню это все в Киевской области. Да, я не понимаю. Меня сразу же посадят. Как дурку посадят. Как пропагандиста меня посадят. Потому что в это никто не поверит. Это надо увидеть. Понимаете? Чтобы в это поверить, это надо увидеть. Через это надо пройти. Я через это прошел. Я прошел через украинскую армию, которая нас обманула. То есть, вплоть до того, что форму покупали для подменки со свои деньги. Бронежилеты покупали за свои деньги. Мало того, что покупали. Один купил, он не дошел. Его где-то украинский аппарат украинской армии проглотил. Не понятно. Они пока... Потом новую почту не доставили лично в руки. Угу. Угу. И это прошел. Потом прошел, вот, плен. Прошел, увидел, что здесь творится. И увидел, что это отличается от того, что нам рассказывают СМИ и руководители. Я через это прошел. Я в это верю. А попробуйте объясните киевскому менеджеру, который сидит на 30 тысяч гривен зарплаты, пьет кофе и воюет перед телевизором. Объясните им, что это правительство плохое. Ну, а может, рабочему... Рабочему завода... Так тоже надо, обратно объяснить, пока он это все не... Ну, а... Понимаете... В какой-то мере, вот даже это интервью, если оно будет размещено в интернете, может быть, на кого-то повлияет. Возможно, но процент будет очень мало. Возможно, я вам скажу почему. Потому что за последние годы тенденция какова, что с помощью средств массовой информации нас просто обманы. Да, я понимаю. Ну вот. Вот вам получается, что замкнутый круг. Я сейчас даю правдивый, допустим, интервью или рассказ. Люди воспримут его как это сфабриковано. Какой-то человек, который получил за это деньги, сидит и рассказывает. Он будет виноват. Народ уже никому, ничему не верит, кроме самому себя. И не надеется ни на кого, кроме себя. Каждый сам по себе. Нас так специально сделали, чтобы мы не объединились. Каждый сам по себе. Каждый сам за себя. Ну вот, вы знаете, я один человек. И сил у меня в руках не очень много. Я вот пришла к вам именно с той целью для того, чтобы сделать вот эту запись и чтобы донести до людей вот эту правду. Даст Бог, чтобы в это кто-то поверял на Жюри. Я очень согласен. Тот, кто сыт и более-менее на достатке и спокойствие, и никого не коснулась эта война, он никогда нас не поймет и нам не поверит. Ну, мне печально, что вы вот так вот на это смотрите. Не, ну как смотреть на Жюри. Я думаю, что... Этих людей хотя бы, вот если, знаете, посадите на экскурсию провести. Вот говорят, там никто же этого не захочет, это разом не позволит. Потому что это небезопасно. Просто, чтобы люди, когда это видят, тогда это будет более все правдивее. То есть, вы считаете, что только своими глазами? Да, а как? Ну вот, не знаю, лично я вот и большинство из нас привыкли вот на слово, уже никому не верят. Даже на работу то же самое приходишь, никому вот этому договору, который подписываешь, не веришь. Потому что то, как ты его подписал, через пять секунд уже тебя обманули. Ну да. Ну я сама вот встречалась с тем, что три месяца отработала, и никакой же не платы. Ну вот видите. А таких, как мы, это... Блин, да нету, не существует таких, которых не обманули. Нету. А как вы думаете, существуют ли такие, кто никого не обманули? Ну, есть единицы. Но таких единиц, скажем так, это изгой. Они, как беловороны, выживают из коллектива, ну из общества. Это не приветствуется, потому что это не способствует накоплению капитала. Выживание. Ага. Выживание. На начальном этапе. Да. Понятно. Да. Ну, в любом случае, ребята, большое спасибо, что согласились со мной поговорить. Я все-таки надеюсь, что... Вы знаете, даже если один человек увидит и поверит, это уже будет незаметно. Даже если... Нас уже шесть увидела и поверила. Нет, я имею в виду вот эту. А, вот эту, да. Но мы дело тоже. Мы когда ехали... Ну, ехали домой, мы еще вообще... То есть у нас был информационный вакуум, когда мы находились в вооруженной силе. Ни телевидения, ничего практически не было. Ну, плюс информации со стороны руководства, командования. Командования. Потому что мы все гражданские, мы не военные. Мы гражданские. И мыслим, как гражданские. Командования. Не было никакой вообще информации. А когда мы попали сюда и увидели, нам показали, что как творится, за что борются эти люди. Это очень сильно в голове все перевернуло. Изначально думали даже, что с ума садили. Просто информационный поток вот этот. Ну, плюс. Уже знаете, как в Ленберге. Плюс давление немножко физическое. Угу. Немного непривычно для обычного бывателя. Ну, да. Мягко говоря. Да. Ну, потом это все начало перевариваться. Ну, знаешь же, если вот сейчас прийти вот так сейчас в Киев, домой, начать это вот все рассказывать. То, что здесь обычные шаптеры, там, рабочие, борются за свою землю. То, что здесь массово гибнут мирные населения. Скажут, что вы ребята. Кто? Вы, вы те же самые террористы. С которыми ведется сейчас война. А как с ними надо поступать? Или расстрелять, или посадить. Вот так. Да. Сейчас даже вот у меня подруга живет во Львове, и она сочувствует людям Донбасса, а муж ее сочувствует нас гвардии. Дело в том, что нам же рисовали все эти картинки о том, что здесь выходцы из России, наемники. Я наемник. Выходец из России. Ну, я о чем говорю, что там рисовалась картинка так, что здесь спецназ российский, наемники, чеченцы. И вот с ними ведется борьба. Когда вот смотришь, и как убивается мирное население, и ведется обстрел жилых домов, трупы детей, женщин. Ой. Я когда увидела раненого, которого несли в бомбоубежище, в Луганске, на носилках. Боже. Это... Я мирный человек. Я первый раз на войне. Я когда это увидела, мне было так тяжело. Мы все лежим. Мы тоже все гражданские. Я вообще даже в армии не служил. Я после института просто кафедру войны закончил. И как офицер был призван из-за нас. Ну, ребята, кто прослужил срочную службу. Ну, какая срочная служба была в Украине, вы знаете. Один год. Это что, картошку почистить и генералам дачи послал. Никто из них не воевал, не стрелял. И сейчас, слава Богу, не пришлось никого убивать и воевать. Единственное, что мы предприялись в учебном центре на полигоне. Слава Богу, что нам... Я, по крайней мере, христианин. И рад тому, что не пришлось души человеческие забирать. Ну да. Я распоминаю. Самое плохое у вас в этой ситуации, что это один и тот же украинский народ. Так один и тот же. Что бы я не понимаю, навожу. Ну, там, кто-то говорит на украинский мове, а кто-то говорит на русский мове. Но это же один и тот же народ. То есть это же сам украинский. Это да. И никому из украинцев это не нужно. Нужно тем, кто сидит в Вашингтоне. Но вот как убедить людей, что это именно так? Как донести до них вот эту правду? Я о чём говорю. Одно дело, когда моё слово против средств массовой информации, когда используется эффект какого-то там 25-го или какого-то. Да. Говорят уже и 26-й. Ну там не только это. Я о чём говорю. Что наше слово против средств массовой информации, когда это долбится каждый день в мозги людям, что там террористы, там убийцы. Это надо только увидеть. Через это всё пройти. Вот мы четыре месяца уже в этом котле кипим. Это у нас уже всё. Мы это знаем. Это видим. Человека, я считаю, даже если день его провести показать, он всё равно не поймёт. Ему надо это всё творить и самому. Тогда он его только в мозгах это всё усвоится, он поймёт это.